МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы производим корма, зеленый круглый год, технология новая, то есть она немножко отошла в сторону, может быть, пошла дальше в плане просто гидропоники. То есть мы обрабатываем все отходы сельхозпроизводства, будем так говорить, солому, опилки, шелуху, подсолнуха. Мы производим установку, в которой производится специальный раствор, называется он гипхлорид натрия. С виду обычная зелень на подложке сена, но не все так просто. В ней скрывается полезная половина таблицы Менделеева – калий, кальций, медь, фосфор и другие микроэлементы. За счет обработки спецраствором в растениях окисляется клетчатка. После реакции она начинает легко усваиваться организмом, а не просто погибать желудочно-кишечный тракт животных. Также в молодых побегах разрушается лигнин – вещество, которое вызывает одеревнение клеток и делает делень жесткой. Побеги становятся не только сочными, но и питательными. И, соответственно, после снятия вот этой блокады лигниновой идет резкий подъем в показателях химсостава белков, жиров, углеводов, что там входит в эту соломинку, будем так говорить, в любую травиночку. Гидропонный корм может приготовить любой фермер, у которого есть помещение размером 100 квадратных метров. Его необходимо оборудовать стеллажами и системами полива. Все просто и прозрачно, однако есть и некоторые секреты. Концентрацию раствора гипохлорида Александр не рассказывает. Это его коммерческая тайна. Если они хотят проращивать, тогда мы готовы, соответственно, после проведения переговоров. То есть человек говорит, мне необходимо такое-то поголовье, такое-то количество голов, да, вот такое-то у меня помещение. Мы, соответственно, встречаемся, обсуждаем, мы ему рисуем, там делаем какой-то проект, как ему обеспечить вентиляцию, отопление и так далее, и так далее. Вот. Он, допустим, приобретает установку, мы выезжаем на месте, устанавливаем ее, соответственно, обучаем тех людей, кто на ней будет работать постоянно. По словам Александра, обогащенные злаки пришлись по вкусу обитателям ульянских ферм. Селекционер приводил пробные партии и курсами кормил животных. Свиньи и коровы, в свою очередь, набирали вес и отлично себя чувствовали. В Якутии и Татарстане также оценили новое меню. Все бы хорошо, но местные фермеры пока не торопятся приобретать инвестиционную продукцию. Легенда о завышенных ценах. Сделали свое дело. То есть я по рыночной цене купил, я сделал 25 килограмм корма, себестоимость у меня получается 40 рублей. Для сравнения, привычные кормовые смеси стоят 250 рублей за 25 килограммов. Дело Александра пока стоит на месте, но он не отчаивается. Недавно ему поступило деловое предложение из Азербайджана, которое также подразумевает выход и на турецкий рынок сбыта. Для того, чтобы преуспеть в этих солнечных странах, производитель должен будет переехать и увести свои технологии. Матросов рад грядущим переменам, однако в его душе продолжает теплиться надежда на то, что его зеленое детище пригодится в родных краях. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.